Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Альфа... Примножить и левую половину... И правую половину... Тогда мы договоримся, что мы выбираем правую... И тем самым получается отображение... Альфа... 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 Давайте сразу поймем, что... Ну, мне кажется, никаких сомнений в этом не должно быть, потому что если у нас есть два элемента... Два числа Альфа и Бета... То рано или поздно мы будем делить на два настолько мелко, что в одном отрезочке... Если у нас есть два единицы на два степени К, Альфа не поместится... Альфа и Бета оба не поместятся... То есть, другими словами, что если два степени... То есть, если единица на два степени К... Меньше, чем расстояние между ними... То уже на катом шаге будет... То последовательность уже на катом шаге будет разная... То различия... Или раньше... То есть, уже последовательность окаток и бакаток тоже будет разная... Соответственно, отрезки тоже в этом месте будут разные... А может, еще раньше были разные... Вот, поэтому разным числам будут соответствовать разные последовательности... Ну... Значит, теперь давайте... Подумаем... Давайте еще заметим вещь, которую мы... Завексируем вещь, которую мы уже заметили... Давайте мы это... В качестве утверждения своего мнения... Если Альфа не двоичная рациональная... То последовательность дельты ката определена однозначно... Ну, почему? Потому что у нас ни разу не будет случая, когда... Альфа оказалась на границе деления... Мы должны решать право... И чтобы выбрать и делить... То есть, в последовательности отрезков с двоичной рациональными концами... У нас каждый раз будет только один отрезок данной длины, который содержит... Ну, и давайте... Значит, нам бы хотелось... Чтобы то, что я здесь задал, было дирекцией... Поэтому... Значит, можно построить... Давайте попробуем построить обратное отображение... Ну, естественный кандидат на эту роль... Это такое отображение уже из множественной последовательности... Опять отрезок 0 и 1... Которое будет делать вот что... Значит, у нас дана последовательность... Ноликов и единичек... А1... А2... А3... И так далее... А что мы делаем? Мы смотрим... А1... Нолик или единичек? Если нолик... Берем левую половину... Если единичка... Берем правую половину... Значит, А2... Нолик или единичка... Следующий отрезок, соответственно... Тоже берем левую половину или правую... То есть, мы по этой последовательности... Однозначно восстанавливаем последовательность сложных отрезков... Двоичная рациональность... А2... Ну, дальше есть аксиома карта... Которая утверждает... Которая, наверное, уже у вас была на анализе... Это аксиома непрерывности... А, или полноты действительных чисел... Что если у нас есть последовательность отрезков... Длины, которые стремятся к нулю... Вложенных... То у них есть единственное пересечение... Поэтому пересечение всех этих фактов... Это единственное число Альфа... Вот его-то мы и назовем... Образом нашей последовательности... А, или, наверное, это будет... То число Альфа, которое... Единственное лежит во всех этих фактах... Значит... Ну, понятное дело... Что если мы с вами... Стартовали с какого-то числа Альфа... Создали последовательность отрезков... При помощи отображения... Ф большое... Которое содержит... Содержит так самое Альфа... Зашифровали выбор этих... Отрезков в последовательности... А1, А2, А3... А после этого... По этой последовательности... Восстановили последовательность отрезков... Взяли пересечение... То мы, конечно, получим Альфа... То есть, другими словами... Очевидно, что G... От F... От Альфа... То есть, другими словами... Вот... Я напишу... Цветом... Что композиция GF... Это тождественное отображение отрезка 0. Вроде мы... В шаге от победы... То есть, по крайней мере... Мы доказали, что G является левым обратным... Но, к сожалению... Вот... В этом шаге придется остановиться... Давайте заметим, что... У нас... На самом деле... Ситуация хуже, чем вот кажется... Что отображение G... По крайней мере... Точно не объективно... Давайте на следующей страничке... Я думаю... В этом вот и есть... Неприятность... Которую... Сразу нужно объявить... Что отображение G... Ну, действительно... Рассмотрим... Ж... От последовательности... 1, 0, 0, 0, 0... Значит... Что же это такое? Значит... Нужно взять отрезок... Значит... Единичка указывает там... Что нужно взять его левый конец... А последующие нолики... Говорят... Что при каждом... Следующем делении... Нам нужно брать правый конец... Понятно... Что... Пересечение... Этих отрезков... Ну... Понятно... Что можно... Начиная вот с этого места... Значит... У нас будет... Отрезок... Соответственно... Вот... Правый конец... Всегда будет... Одна... Вторая... Левый конец... Будет... Одна... Вторая... И... Понятно... Что... Пересечение... Но... Начиная только с двойки... Одночетель... С... Это... В точности... Правый конец... То есть... Одно... То есть... Ж... От... Пятая последовательность... Одно... А теперь... Давайте посмотрим... Ж... От последовательности... Наоборот... Ноли... Один... 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 Давайте я... Скажем... Ох... Я прошу прощения... Что-то меня никто не остановил... А вот как раз... То, что я здесь нарисовал... Это как раз соответствует... Вот этой последовательности... Сначала выбрали... Ноль... Поэтому сначала выбрали левый конец... А потом все единички... Потом выбирали правый... А соответственно... То, что я написал в начале... Значит... Нам нужно... Делать прямо противоположное... Давайте теперь зеленый... Делать... Раз написаны единички... Мы выбираем... Правый конец... Правую половинку... А теперь... Раз написаны нолики... То каждый раз... При делении пополам... Мы выбираем левую часть... То есть... У нас получается... Пересечение... Какое? Отрезок... Левый конец... У него всегда одна... Вторая... Правый конец... Одна... Вторая... Пусть единица на двадцати... Ну... Это уже... Первое... 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 Такое деление... На х... Равную... Понятно... Что пересечение... От х... Равную... До бесконечности... Таких отрезков... Но это тоже... Левый конец... В принципе... Левый конец... То есть... Одна... Вторая... Так что... Мы получили... Что отображение... Ж... Два... Двум разным последствиям... Собставляет... Одно и то же число... Одно второе... То есть... Другими словами... Левый... Это обратный... У нас есть... Жест в позиции... Дождейственной... А наоборот... Соответственно... Нет... Значит... Как же этой... Везде помочь? Да очень просто... В каком случае... У нас... Ну... Возникают неприятности... 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 Возникают... То есть... Вопрос такой... Что такое неприятность? это такое число состоит больше чем из нуля она не может стать из этого равенства сразу следует вопрос а когда же есть две разные последовательности из которых получается одно и то же число на этот вопрос мы отвечаем для каких же каких же чисел у нас могут быть две последовательности двоично рациональных отрезков которые их задают мы отвечали на вопрос что это в точности двоично рациональное число соответственно они могут быть только если альфа двоичная рациональная потому что если нет то последовательность отрезков но с другой стороны а что же будет в этом случае если все-таки альфа двоичная понятно что до катого шага мы все равно будем получать однозначное до катого шага будет лежать внутри а вот на катом шаге будет такая неприятность вот у нас число а на она как раз будет соответственно лежать на с одной стороны отрезки от другой стороны и в правую часть поэтому когда мы смотрим последовательность отрезков которые содержат это число то мы можем брать в этой последовательности следующем левая отрезка можем брать правую но с другой стороны если мы отрезок выбрали скажем левую то уже дальше определение пополам мы всегда будем однозначно выбирать правую то есть другими словами это две последовательности как раз вот ровно так как это мы пронаблюдали в случае одной стороны ну и теперь мы уже совершенно понимаем как устроено отображение значит у нас значит жер минус 1 от альфа состоит из одного элемента если альфа не двоичный рациональный и состоит из двух элементов если альфа двоичный рациональный и как раз то что мы договорились при отображении альфа выбирать правую половину мы как раз один из этих двух вариантов но тем самым мы можем посмотреть что означает что мы выбираем правую половину это означает это означает что при следующих выборах нам нужно будет выбирать все время левую вот последовательность отрезок которые будут сходиться то есть это означает что мы что у нас будет последовательность у которых после после этого выбора стоят одни ноги а последовательности левые в которых были бы одни единичные у нас у нас не будут в образе решения значит f от отрезка 0 и 1 давайте я точку 1 еще вытяну потому что у нее нет правого представления значит это будут все последовательности кроме тех у которых есть хвост из единиц то есть у нас идет а1 а2 и так далее какой-то окат я дальше 1 1 вот это вот множество таких последовательность это есть в точности множество всех последовательность за вычетом f от отрезка 0 и 1 и на этом множестве тут же уже билет потому что мы выкинули по одному прообразу от каждого ну тем самым у нас получилось то есть простите не тут конечно объекция наоборот объекция на множестве на f от 0 и 1 Игорь Владимирович а почему мы единицу выкинули почему мы единицу выкинули потому что я все время рассуждаю что вот мы берем число а какое-то то есть мы можем пойти от него налево можно пойти от него направо а вот единицы поскольку мы ограничили отрезку 0 и 1 мы направо пойти не можем поэтому единицы точно будет соответствовать последовательность соответственно 1 1 1 1 1 1 1 и потом там это нужно выкинуть в значит давайте я на следующей странице суммирую итог что f из отрезка, из полуинтервала, простите, мы единицу выкинули в множество всех последовательностей за вычетом с хвостом из единиц. Это бенекция. И, соответственно, g тогда будет обратным на это множество. Ну и теперь осталось только увидеть, что мы выбросили учетное множество. Потому что как же выглядит множество последовательностей с хвостом из единиц? У них есть какое-то начало, а дальше 1, 1, 1, 1. Как занумеряют такие последовательности? Ну, сначала нужно занумеровать последовательности, у которых хвост из единиц начинается после первой позиции и в конечное число. Потом те, у которых начинается хвост из единиц начинается после второй позиции, потом те, у которых хвост из единиц получается после третьей позиции и так далее. Их в каждом случае конечное число. Ну, легко сообразить, что на самом деле вот этот набор А1, это просто двоичная запись числа А, и альфа у нас как раз А на 20. Так что таких штук вообще меньше, чем двоичная рациональная числа, двоичная рациональная числа, меньше, чем всего рациональная числа. Поэтому, конечно, мы выкинули счетная рациональная, поэтому полуинтервал, мы установили объекцию полуинтервала с множеством мощности континума, из которого выбросили счет. Понятно, что при выкидывании счетного множества результат не получился. Хорошо. Ну, вот, собственно, и на этом можно было бы закончить, но я хочу еще раз вернуться к общей ситуации, с которой мы начинали. Значит, у нас на множестве всех подножеств католкового-то множества омега есть отношение равномочности, в которое хорошее отношение эквивалентности, и есть отношение больше по мощности, если существует инъекция F из А. Значит, это отношение, которое мы вот так вот обозначили, оно не дает частичного порядочного множества, потому что оно, еще раз повторяю, оно эффективно, транзитивно, но не антисимметрично. Из того, что А меньше Б, Б меньше А, ну, совершенно не следует, что это два одинаковых. Значит, как этой беде помочь? Во-первых, давайте заметим, что отношение, что это отношение согласовано с отношением эквивалентности. То есть, другими словами, если у нас есть два равномочных множества, А и А' и два равномочных множества, Б и Б'. Если мы знаем, что А по мощности меньше Б, то из этого следует, конечно, что эквивалентные множества А' и Б' находятся в том же самом отношении. Поэтому мы можем сравнивать уже между собой не множество, а классы эквивалентности относительно вот этого отношения эквивалентности. Вот такое отношение на множество, а классы эквивалентности, два степени омега, по вот этому отношению. И теорема Кантера-Бернштейна как раз дает нам недостающую антисимметричность. Смотрите, если у нас А меньше Б по мощности и Б меньше А, то теорема Кантера-Бернштейна дает, что они лежат в одном классе эквивалентности. Поэтому, хотя множество будут траты, но классы эквивалентности будут то же самое. То есть, другими словами, на множество классово-эквивалентности, два степени омега, мы получили отношение частичного порядка. Что, вообще говоря, очень приятно. Но... Но теперь возникает два естественных вопроса, что если мы вот на такую картинку хотим смотреть, то есть два вопроса. Во-первых, а как устроена вот эта самая фактор множества? Понятно, что классы эквивалентности всех равномочных множеств можно, естественно, назвать мощностью множества. Такое странное значительное определение, которое, вообще говоря, зависит от омега, мощности множества. Это класс всех равномочных. Но это определение не смотрится, с одной стороны, немножко дико, например, если бы мы в первокласснику сказали, что число 3 – это класс всех множеств, состоящих из трех элементов. То есть, наверное, на 20-х годов. Хотя, имея никакого другого определения просто мощности, мы сказать не можем. Просто такие классы эквивалентности. Ну, что мы имеем точно? Ну, понятно, что интересно, что если омега бесконечна. Во-первых, есть все натуральные числа. То есть, класс множества состоящих из одного элемента, из двух элементов, из трех элементов и так далее. Во-вторых, в любом бесконечном множестве есть счетная подмножность. Поэтому... Во-вторых, там есть класс счетных. Вот, еще. Они все равно. Понятно, что это самые маленькие бесконечные множества. Значит, Кантер для счетных множеств ввел обозначение алиф-но. Алиф – это первая буква в древней еврейской алфавите, я ее стараюсь писать красиво. Лучше посмотрите на Википедию, которая пишется. Значит, ну, если у нас омега достаточно большое множество, ну, например, омега... То у нас есть еще там класс, соответственно, континут. Ну, его, естественно, обозначить как два в степени алиф-но. Если бы омега было еще большим множеством, то можно было бы эту цепочку продолжать. Алиф-но, два в степени алиф-но, два в степени алиф-но, два в степени алиф-но и так далее. Ну, вот если мы ограничимся множеством r, то возникает вопрос, ну, хорошо, а есть ли что-нибудь еще? Другими словами, мы что поняли? Что два в степени алиф-но и так далее. Что множество всех подможенств r по отношению равномочности, это и есть, во-первых, конечный ноль, 0, 1, 20, когда он бесконечный. Во-вторых, счетные множества. В-третьих, соответственно, два в степени. И есть ли что-нибудь еще? Значит, ответ на этот вопрос совершенно обескураживающий. Оказывается, утверждение о том, что других мощностей нет, или наоборот, утверждение о том, что есть еще какие-то мощности, от остальных аксиом теорий множества не зависит. То есть, другими словами, мы никакими разумными, так сказать, конструкциями из другой математики, из математической уровня, не можем построить никакие множества, кроме как счетного и континуального. А вот ничего между ними, мы сделать не можем. Значит, вопрос о том, все-таки существует что-то еще или нет, задал еще Канка. И это называется континуум гипотеза. То есть, она очень долго стояла, ну, почти столетие, и в середине 20 века вот, наконец, получился вот такой грустный ответ, что мы можем принимать континуум гипотезу, можем не принимать континуум гипотезу. В любом случае, получается, непротиворечивая система Аксио. Вот. Поэтому, в общем, в каком-то смысле, этот ответ для остальной математики не так важен. Ну и, значит, у нас время... Да, еще есть 10 минут. И дальше я задам второй вопрос, такой же драматический. Ну, хорошо. Вот у нас есть множество, подножие множество омега, множество классов эквивалентности по отношению равномощности. И там есть отношение частичного порядка. Отношение, что мощность одного множества является больше или равна мощности другому. Этот порядок линеен. То есть, другими словами, любые или два множества можно сравнить по мощности. Ну, значит, на понятной нам картинке все очень хорошо. Вот, если мы берем омега, это R, то, соответственно, 0, он точно меньше, чем 1, 1 точно меньше, чем 2, и так далее. И бесконечности. Понятно, что все эти конечные мощности, они меньше, чем алиф 0. Соответственно, алиф 0, конечно, меньше, чем мощность любого другого бесконечного множества, потому что мы с вами показывали, что в любом бесконечном множестве есть счетное подмножество. Ну, и понятно, что если R имеет мощность континуума, то здесь будет, соответственно, 2 в степени, 0. Значит, а если есть что-то еще, то совершенно непонятно, можем ли мы их сравнить. С другой стороны, если омега не R, а больше, то у нас может быть продолжение, что у нас есть 2 в степени алиф 0. Может быть, еще какие-то множества, дальше еще будет больше. 2 в степени, 2 в степени алиф 0. И так далее. Но верно ли, что то, что я ставлю здесь в многоточие, они как-то сравнимы друг другом с остальными, мы совершенно не понимаем. Ответ на этот вопрос оказался таким же плохим, что мы можем считать, что любые 2 множества можно самому не помочь, а можем считать, что не можно. Но в качестве аксиомы было принято, или в качестве аксиомы было принято другое утверждение, которое на самом деле очень часто в математике используется. Поэтому здесь такого безразличия, как в континууме гипотезы, в общем, нет. Значит, давайте я эту аксиому вам сформулирую. И, собственно, называется аксиома выбора. И про нее будет как раз следующая лекция. Сейчас я только несколько слов про это скажу. Значит, вопрос, на который мы хотим дать ответ. Любые или 2 множества. Сравнимы по мощности. То есть вопрос можно перевести так. Вот даны какие-то 2 множества А и В. Верно ли, что либо существует какое-то инъективное отображение F из А в В, либо существует инъективное отображение G, тоже инъективное из В, В, В. А вдруг нет ни того, ни того. Так вот, а вопрос да, то есть ответ да, получается из такой очень естественной аксиомы, которая называется аксиома выбора. Которая, в общем, нужна для многих других математических утверждений, поэтому для, так сказать, математики удобнее работать с той аксиоматикой, когда она есть. Что же она утверждает? Что пусть дано семейство множеств. Значит, дано семейство множеств. Значит, тогда существует множество, содержащее по одному элементу из каждого семейства. То есть это можно образно сказать так, что вас спустили в подвал на каком-то... Здесь из каждого множества должно быть, нет? Из каждого множества, да, простите, представьте себе, представьте себе, что вас спустили в подвал какого-нибудь банка, где, значит, в мешках хранятся монеты, очекаемые. И вот аксиома выбора вам разрешает вынести по одной монете из каждого мешка. Вот. Значит, я специально дал формулировку аксиома выбора не очень четко. И вы, наверное, видите, какое слово здесь требует объяснить, что такое семейство. Но объясните точно ли? Значит, семейство – это какое-то отображение. Что это такое-то? Понятно, что это отображение F из какого-то множества X и множество как подножия какого-то множества. То есть каждому элементу какого-то множества X мы споставляем подножию как из-за них. Если у нас из-за какого-то X это подножия и утверждается, что тогда существует функция выбора. Значит, X ум утверждает, тогда существует F из X уже в само аминь. Такая, что для любого из X F от X уже элемент является элементом вот этого подножия в этом. F называется в целом вещества. Значит, если мы это утверждение примем как и все Ому, то оказывается можно доказать, что любые два множества сравнены по мощности. Вот. Значит, на самом деле эта аксиома используется довольно часто, но гораздо чаще используются другие ее переформулировки. И о том, какие ее переформулировки бывают, я как раз и расскажу на следующей лекции. Это как раз все сюжеты последнего пятого листочка. Давайте все-таки, чтобы все слова были сказаны, значит, о чем будет следующая лекция. Что у нас есть аксиома выбора и два равносильных ей утверждения. Одно называется лемба цорт. Она отвечает.